Друзья, добрый день! Сегодня в нашем видеообзоре кроссовер Audi Q7. На видео автомобиль в комплектации 45TDI Quattro Business с дизельным мотором объемом 3 литра турбо с полным приводом и с автоматической коробкой передач. Цвет автомобиля – синий металлик. Диски литые, 22-дюймовые, с шинами размерностью 285х35, задние тормоза – дисковые. В заднем бампере расположен парктроник. Камера заднего вида расположена над задним номером. Рейлинги окрашены в черный цвет. Боковые зеркала и ручки дверей окрашены в цвет кузова. Брелок ключа с тремя кнопками. Автомобиль оснащен системой без ключевого доступа. Заглянем внутрь. Посмотрим на карту передней двери и водительское место. Автомобиль оснащен двухцветным салоном черно-серого цвета. Рулевое колесо многофункциональное, с кожаной отделкой. Обивка сидений выполнена из перфорированной кожи. Водительское сиденье оснащено электрическими регулировками. С помощью электроприводов сиденье можно двигать вперед и назад, поднимать или опускать и регулировать наклон спинки. Сиденье оснащено электрорегулировкой поясничного подпора. На водительской двери расположен блок управления памятью водительского сиденья. В память можно сохранить две различные настройки. Включим зажигание автомобиля с помощью кнопки «Старт-Стоп». Автомобиль оснащен цифровой панелью приборов. Слева от руля расположен блок управления осветительными приборами. Предусмотрен автоматический режим. Включим габаритные огни и ближний свет. Кнопка включения задних противотуманных фонарей. Кнопка «Фронт» активирует систему головного освещения при непогоде. Указатели поворотов левой и правой. Помигаем дальним светом. Аварийная сигнализация. Выйдем из автомобиля и осмотрим автомобиль детально с включенными световыми приборами. Боковые зеркала с повторителями указателей поворотов. Снизу в боковых зеркалах расположены камеры системы кругового обзора. Автомобиль оснащен матричными светодиодными фарами с динамическими указателями поворотов. Фары оснащены омывателем. В решетке радиатора находится камера переднего вида. В переднем бампере расположен парктроник. Задние стекла с заводской тонировкой. Клиренс автомобиля составляет 235 мм. Задние фонари светодиодные с динамическими указателями поворотов. Задние противотуманки расположены по бокам в заднем бампере. Возвращаемся в автомобиль. Кнопки управления центральным замком. В этом положении джойстика активируется система электроскладывания боковых зеркал. Регулировка боковых зеркал осуществляется с помощью этого джойстика. Блок управления передними и задними электростеклоподъемниками. Все стеклоподъемники – с доводчиками. Правый подрулевой переключатель отвечает за управление передними и задними дворниками. Предусмотрен автоматический режим. Кнопки слева на руле отвечают за выбор информации, выводимой на панель приборов. На дисплей можно вывести информацию о состоянии автомобиля, информацию маршрутного компьютера, информацию о работе ассистентов водителя и данные мультимедийной системы, телефона или навигации. Управление круиз-контролем осуществляется с помощью дополнительного подрулевого переключателя, расположенного слева от руля. Круиз оснащен функцией лимитатора скорости. Дефлекторы системы вентиляции расположены сверху в передней панели. В автомобиле установлена мультимедийная система с цветным сенсорным дисплеем. В автомобиле установлена премиальная аудиосистема Ben Gondolson с 23 динамиками. Мультимедийная система поддерживает радио в диапазонах FM и AM. Мультимедийная система поддерживает Bluetooth-аудио и присоединение внешних устройств через USB-разъемы. Мультимедийная система поддерживает hands-free. Это позволяет говорить и управлять телефоном без помощи рук. Мультимедийная система поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. Это дает возможность подключить к автомобилю смартфон и вывести на дисплей сертифицированные приложения. Кнопки на руле дублируют управление аудиосистемой. Доступна регулировка громкости, выбор радиостанций или треков и управление мобильным телефоном. Автомобиль оснащен встроенной навигационной системой с картами. Во вкладке «Автомобиль» можно посмотреть информацию об автомобиле и осуществлять настройку. Автомобиль оснащен системой переключения режимов движения. Водитель может переключаться между режимами «Off-Road», «All-Road», «Comfort», «Авто», «Динамик» или «Индивидуальный». Выбранный режим движения отображается на дисплее и на панели приборов. Автомобиль оснащен адаптивной пневматической подвеской с регулировкой жесткости амортизаторов и с возможностью изменения клиренса. Вкладка «Индикация» отображает данные о крене автомобиля, текущие координаты и направление движения. Во вкладке «Сиденья» можно осуществлять настройку передних сидений с помощью электроприводов. Доступна регулировка боковой поддержки спинки и подушки сиденья. Доступна регулировка длины подушки сиденья. Передние сиденья оснащены функцией массажа. На выбор предусмотрено несколько программ массажа. Продолжение следует... Автомобиль оснащен фоновой подсветкой интерьера с возможностью выбора цвета. Для управления прочими функциями автомобиля предусмотрена сенсорная панель. Климат-контроль четырехзонный. Регулировка интенсивности обдува с водительской стороны. Регулировка температуры с пассажирской стороны. Выбор направления обдува с пассажирской стороны. Регулировка интенсивности обдува с пассажирской стороны. Регулировка температуры с пассажирской стороны. Выбор направления обдува с пассажирской стороны. Кнопка SYNC на дисплее синхронизирует передние зоны климат-контроля. Продолжение следует... Кнопка переключения рециркуляции воздуха. Кнопка AC отвечает за включение кондиционера. Кнопка включения электрообогрева заднего стекла. Кнопки подогрева передних сидений. Подогрев трехрежимный. Кнопка включения электрообогрева руля. В автомобиле установлен автономный стояночный отопитель салона с дистанционным управлением и таймером. Кнопка отключения системы стабилизации. Предусмотрено несколько программ работы системы стабилизации. Кнопка включения системы помощи при движении по склону. Автомобиль оснащен проекционным дисплеем, который отображает важную информацию непосредственно в поле зрения водителя. Потолок черного цвета. Водительский противосолнечный козырек с макияжным зеркалом с подсветкой. Противосолнечные козырьки двойные. На потолке расположено освещение для водителя и пассажира. На потолке расположена кнопка системы Эра ГЛОНАСС. Пассажирский противосолнечный козырек с макияжным зеркалом с подсветкой. Посмотрим на задний ряд сидений. Он оснащен тремя подголовниками. Центральный подлокотник с боксом. В боксе расположены два USB разъема. Крышка подлокотника регулируется по вылету и углу наклона. В нише с крышкой расположены подстаканники и розетка на 12 вольт. Бардачок с подсветкой отделан ворсом. Слева от руля расположен дополнительный бардачок. Автомобиль оснащен системой кругового обзора. Изображение с камер выводится на центральный дисплей. Всего предусмотрено 4 камеры – спереди, сзади и по бокам. На дисплей можно вывести виртуальную проекцию автомобиля и пространство вокруг него. Автомобиль оснащен системой автоматической парковки. Ручной тормоз электрический с функцией автохолд. Индикация ручника на панели приборов. Коробка передач автоматическая восьмиступенчатая. При включении задней передачи активируются парктроники и система кругового обзора. Управление осуществляется с помощью джойстика. Режим «Паркинг» включается отдельной кнопкой. В коробке передач предусмотрен ручной режим выбора передач с помощью подрулевых лепестков. Индикация выбранной передачи отображается на панели приборов. Теперь перейдем к осмотру заднего ряда сидений. Посмотрим на карту задней двери и на задний ряд. Оценим, как выглядит передняя приборная панель. Освещение для задних пассажиров расположено в центре крыши. Салон от багажника отделен шторкой. Заднее сиденье с центральным подлокотником. В нем расположены подстаканники. В спинках передних кресел предусмотрены карманы для вещей. Для пассажиров заднего ряда предусмотрены отдельные дефлекторы системы вентиляции и блок управления климат-контролем. Регулировка интенсивности обдува сзади с левой стороны. Регулировка температуры сзади с левой стороны. Регулировка температуры сзади с правой стороны. Регулировка температуры сзади с правой стороны. Выбор направления обдува сзади с правой стороны. Задние сиденья оснащены трехрежимным подогревом. Снизу расположены два USB разъема и розетка на 12 вольт. Задние окна оснащены механическими солнцезащитными шторками. Задние стеклоподъемники электрические. Стекло при открытии опускается не полностью. На потолке над дверью находится ручка с крючком. В задних дверях предусмотрены пепельницы. В стойках предусмотрены дополнительные дефлекторы системы вентиляции. Теперь перейдем к осмотру багажника. Объем багажника составляет 865 литров. Боковины и пол багажника отделаны ворсом. Кузов автомобиля можно опустить для удобства погрузки в автомобиль. В оснащении багажника предусмотрены подсветка, сетчатый карман и крючки для фиксации грузов. Под полом в багажнике расположено запасное колесо с набором инструментов. Для сложения спинки заднего сиденья необходимо потянуть за рычаг. Сиденья второго ряда складываются в соотношении 40 на 20 на 40. Задние сиденья складываются без ступеньки. При сложенных сиденьях объем багажника составляет 2075 литров. Крышка багажника оснащена электроприводом. Лючок бензобака открывается снаружи автомобиля. Объем топливного бака составляет 75 литров. Теперь заглянем под капот, который открывается с помощью этого рычага. Капот фиксируется с помощью пневмоупора. Крышка капота отделана шумоизоляцией. Двигатель турбированный дизельный 6-цилиндровый объемом 3 литра с отдачей 249 лошадиных сил. Мы с вами осмотрели кроссовер Audi Q7 в комплектации 45 TDI Quattro Business с дизельным мотором объемом 3 литра турбо с полным приводом и с автоматической коробкой передач. Актуальную прайсовую цену на аналогичный автомобиль вы можете посмотреть в каталоге DROM, ссылка в описании к видеоролику. Благодарим за помощь в съемках дилерский центр Audi Major City. Автомобили в наличии вы можете посмотреть по ссылке в описании к видеоролику. Друзья, ну вот наше видео и подходит к концу. Не забывайте ставить лайки и писать в комментариях, понравилась ли вам машина и какие еще автомобили вы хотели бы увидеть на обзоре. И самое главное, подписывайтесь на канал DROM. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok